в первую очередь когда мы с ребятами начинаем изучать низшие и высшие растения я всегда даю информацию чем отличаются низшие растения от высших то что касается низших растений я уже сказала что к ним относятся водоросли но напоминаю что у высших растений тело состоит из вегетативных частей то есть это корень и побег который находится над поверхностью земли у водорослей нет такого подразделения я вам даже больше скажу клетки многих водорослей не дифференцированы то есть они очень похожи друг на друга эти клетки то есть они совершенно ничем не отличаются друг от друга и уж тем более если уж клетки совершенно не отличаются друг от друга они не формируют ткани то есть и тканей у водоросли нет органов у них тоже нет характерных для высших растений корней тоже нет есть только у некоторых водоросли резоиды с помощью которых они прикрепляются к субстрату очень многие водоросли мы знаем с вами они живут в воде либо могут они жить конечно и в прибрежной зоне они могут находиться на деревьях в лесах там где много влаги или на камнях опять же одно из условий что обязательно там есть вода то есть какой мы можем сделать вывод что для развития водорослей обязательно необходима вода именно средой обитания это обязательное их условия а вот тело в связи с тем что у них отсутствуют ткани и органы у водоросли называется таломом или слоевищем ну а если нет органов и если прикрепление прикрепляются только при помощи резоидов как же тогда происходит процесс поглощения воды или питания так вот питание осуществляется всей поверхностью тела ну и еще то что у нас сегодня с вами новые и я об этом начала говорить самом начале органов в которых созревают половые клетки гометы и такие образования у высших растений называются гометангиями у водорослей то они одноклеточные ну и конечно же давайте теперь будем знакомиться именно с водорослями но и как я уже сказала естественно нам нужно с вами разобраться что такое солнечный свет все дело в том что солнечный свет если не углубляться в физику то можно сказать что это электромагнитные волны которые исходят от солнца и доносятся до нашей земли все дело в том что солнечный свет мы можем разделить например на ультрафиолетовый спектр это самые короткие волны видимый свет который имеет среднюю длину волны ну и инфракрасное излучение наверняка вы видели что когда идет дождь и светит солнце на небе можно увидеть радугу которая состоит из 7 цветов и мы с вами с самого детства знаем все эти цвета по маленькому такому стихотворению каждый охотник желает знать где сидит фазан красный оранжевый желтый зеленый голубой синий и фиолетовый то есть солнечный свет преломляется и отражается в капельках воды так вот эти все семь цветов нам и понадобится то есть этот спектр нам и важен дело в том что компоненты солнечного света они пронизывают воду на разную глубину зеленые растения как правило растут на глубине до 40 метров бурые водоросли до 100 метров а красные водоросли на глубине до 270 метров существует четыре основных пигмента это зеленый хлорофилл желтый ксантофилл оранжевый каротин и красный и синий фикобелин зеленые водоросли как правило накапливают хлорофилл с участием синего и красного спектра к таким водорослям например относятся зеленая водоросль ульва вальвокс улотрикс бурые водоросли которые располагаются или растут вернее сказать на глубине до 100 метров накапливают пигмент фу как сантин каротиноиды причем они поглощают синий и зеленый спектр лучей к таким водорослям например относятся ламинария саргасы красные водоросли которые живут на глубине до 270 метров поглощают синий зеленый и желтый зеленый спектры лучей поэтому у них накапливаются пигменты фика эритрин и фикобелин и также накапливаются и каротиноиды к таким водорослям например относятся аданталия парфира а теперь давайте познакомимся с зелеными водорослями дело в том что зеленые водоросли могут быть как одноклеточные и среди них есть такие представители как хламидомонада хлорелла плеврокок также они могут быть колониальными например вальвокс а также нитчатыми например спирогира и улотрикс а также могут быть пластинчатыми но давайте для начала разберемся давайте все-таки начнем с самого простого с одноклеточных зеленых водорослей а в частности со строения хламидомонады сейчас вы видите перед собой одноклеточные водоросли который называется хламидомонада здесь более подробное ее строение а здесь более поверхностное но и на том и другом рисунке можно увидеть основные части строения именно хламидомонады дело в том что это одноклеточные водоросли как правило водится в пресных водоемах в лужах а также может она жить и во влажной почве клетка хламидомонады имеет овальную форму с одного края она немного зауженная похожая на носик внутри в цитоплазме хламидомонады располагается чашеобразный хроматофор это аналог хлоропласта внутри заполненный естественно хлорофилом с помощью чего с помощью хлорофила и происходит процесс фотосинтез в цитоплазме располагается переноид где запасаются органические вещества в виде крахмала мы знаем что в процессе фотосинтеза образуется сахара и соответственно у хламидомонады они запасаются в переноиде кроме того у хламидомонады имеется стигма это светочувствительный глазок с помощью которого хламидомонада передвигается в сторону солнечных лучей для того чтобы происходил процесс фотосинтеза и такое целенаправленное движение в сторону освещения называется фото таксисом об этом мы говорили на первом занятии но если например на предметное стекло рядом с хламидомонадой положить кристаллик соли она будет двигаться в противоположном направлении это называется хемотаксисом то есть она будет стараться уплыть подальше от раздражителя также в клетке хламидомонады есть ядро в которой содержится генетическая информация кроме того в передней части в вытянутой части хламидомонады располагаются сократительные вакуолия с помощью которых она избавляется от излишка воды которая постоянно благодаря осмосу проникает внутрь клетки сама клетка покрыта сверху оболочкой но в отличие от многих растений эта оболочка не содержит целлюлозы она состоит из гликопротеина или если по-простому сказать из белков и углеводов ну и также в передней части располагаются два жгутика с помощью которых она передвигается причем передвижение и напоминает как бы винчивание в воду несмотря на то что в хламидомонаде имеется хроматофор который заполнен хлорофиллом она естественно является по способу питания автотрофной и мы выяснили что запасается крахмал но а также она может питаться и как животное то есть гетеротрофна при этом она поглощает органические вещества которые имеются в воде гетеротрофна хламидомонада питается тогда когда фотосинтез невозможен мы познакомились со строением хламидомонады но все дело в том что ведь хламидомонада она живет в пресных водоемах и здесь тоже нужно понимать что если живет в пресных водоемах соответственно существует два периода более теплый период то есть с весны до осени когда ярко светит солнце происходит процесс фотосинтеза а существует и холодное время года то есть раннюю осень и поздняя осень так вот для хламидомонады характерно разнообразное размножение она может размножаться как бесполым путем так и половым путем давайте будем разбираться как она размножается и в какое время года давайте рассмотрим деление хламидомонады естественно я буду рисовать ее условно не буду рисовать ее органоиды то есть у нас есть хламидомонады у которой есть два жгутика для передвижения сама хламидомонада имеет плоидность n то есть хламидомонада гоплоидная сначала происходит деление внутри хламидомонады и образуются две клетки с гоплоидным набором хромосом потом образуются еще две гоплоидные клетки и тоже с гоплоидным набором хромосом такое деление происходит метозом а метоз я напомню это бесполое размножение то есть это формирование клеток себе подобных то есть материнская клетка образует идентичные ей клетки после того как у этих молодых клеток образовались жгутики для передвижения оболочка материнской клетки разрывается и молодые хламидомонады покидают материнскую клетку у каждой молодой хламидомонады гоплоидный набор хромосом и эти хламидомонады мы называем уже зооспорами и такое деление для хламидомонады характерно в благоприятное для нее время в теплое время года с весны до осени мы выяснили что пока благоприятные условия для хламидомонады существуют она делится метозом с образованием гоплоидных зооспор и соответственно если говорить биологическим языком при благоприятных условиях для хламидомонады характерен гоплоидный гометофит то есть преобладание гоплоидного гометофита но когда наступают неблагоприятные условия например снижение температуры окружающей среды становится меньше азота в воде или водоемы пересыхают в этом случае хламидомонада точно также метозом начинает делиться с образованием уже половых клеток гомет которые точно также будут иметь гоплоидный набор хромосом после того как половые клетки сформировались они покидают материнскую клетку разрывается оболочка материнской клетки они покидают материнскую клетку и сливаются попарно после чего вокруг образуется плотная оболочка которая называется циста а внутри естественно образуется уже диплоидный набор хромосом мы с вами уже знаем что 1 плюс 1 то есть гоплоид плюс гоплоид получается диплоид то есть образуется зигота и вот как раз такое образование носит название спорофита то есть диплоидный набор хромосом является спорофитом у хламидомонады и в таком виде циста переносит неблагоприятные условия но весной как только начинается тепло внутри этой цисты начинает происходить зиготный миоз то есть это зигота которая имеет диплоидный набор хромосом начинает делиться миозом после того как разорвалась оболочка цисты образовавшиеся в результате зиготного миоза новые молодые хламидомонады с гоплоидным набором хромосом покидают эту плотную оболочку и соответственно в дальнейшем они будут делиться уже снова метозом пока будут существовать для них благоприятные условия ну а теперь соответственно можно сделать вывод из вышерассмотренного жизненного цикла хламидомонады все дело в том что хламидомонада в большую свою часть жизни находится в гоплоидном состоянии то есть соответственно для хламидомонады характерен гоплоидный гометофит он прибыл преобладает над диплоидным спорофитом так так как диплоидным спорофитом у хламидомонады является только зигота которая покрыта сверху цистой следующая водоросль которая с которой мы обязательно должны с вами познакомиться это спирогира она может жить не только в пресных водоемах но и в солоноватых и даже соленых водоемах дело в том что она прикрепляется к субстрату при помощи резоидов о чем я говорила с самого начала давайте познакомимся с ее строение так выглядит спирогира клетки между собой абсолютно похожи и здесь наблюдается спиралевидный хроматофор в котором располагаются вот эти темно-зеленые пятнышки это переноиды в котором запасаются органические вещества в виде крахмала также имеется ядро в цитоплазме а так спирогира выглядит под микроскопом спирогира может размножаться двумя путями это конъюгации и частями вегетативного тела давайте рассмотрим что такое конъюгация у спирогиры и так половое размножение у спирогиры называется конъюгации в чем она заключается между двумя нитями спирогиры которые располагаются рядом друг с другом образуется цитоплазматический мостик и содержимое одной клетки переплывает по этому мостику в другую клетку и и и и Субтитры создавал DimaTorzok В другой был тоже набор хромосом гоплоидный и после того, как содержимое одной клетки попадает в другую клетку, естественно, происходит формирование зиготы, то есть образуется диплоидный набор хромосом, а мы знаем, что где диплоидный набор хромосом, формируется спорофит. Зигота, которая образовалась при оплодотворении, накапливает большое количество питательных веществ. Вокруг зиготы образуется плотная клеточная стенка и название этой зиготы – зигаспора. Так зигаспора выглядит под микроскопом. Она впадает в период покоя. Весной зигота делится миозом и образуется 4 гоплоидных ядра. Три ядра дегенерируют, а четвертая разрывает клеточную стенку, делится метозом и дает начало гоплоидной нити. Ну а бесполое размножение спирогеры называется фрагментацией, то есть частями нити при их разрыве. Нити спирогеры были найдены даже в 5 километрах над уровнем моря. Она может появиться в совершенно различных водоемах. Основное для нее, чтобы было большое количество органики. Она очень быстро разрастается. То есть для нее очень важно, чтобы была теплая вода. Причем в воде большое количество органики. То есть эта вода должна быть стоячей. Избыток корма. Дело в том, что питание осуществляется у спирогеры только путем фотосинтеза. Но она разрастается именно в тех водоемах, где большое количество органики. В связи с ее разрастанием есть плюсы и минусы. В связи с тем, что она разрастается, соответственно увеличивается процесс фотосинтеза. То есть происходит процесс накопления кислорода. И в частности в воде. А с другой стороны она разрастается настолько, что приводит к заболачиванию водоемов. Следующая водоросль, которую мы с вами должны знать не только строение, но и размножение, это улотрикс. И как всегда, давайте начнем с ее строения. Улотрикс это ничатая водоросль, которая состоит из большого количества одинаковых клеток. В каждой клетке имеется подковообразный хроматофор. Здесь же находится переноид, ядро. Сверху водоросль покрыта толстой оболочкой. Прикрепляется к подводным камням при помощи бесцветных ризоидов. Дело в том, что улотрикс, он как правило живет в пресных водоемах. И естественно, то есть, как я уже сказала, что если пресный водоем, соответственно, она и размножается, соответственно, погодным условием. Так вот, для улотрикса характерно размножение половым путем, но половое размножение происходит благодаря одинаковым по величине половым клеткам. В биологии это называется изогомея, то есть тогда, когда две половые клетки абсолютно одинаковы по величине. А также в течение лета она размножается вегетативно, то есть, соответственно, частями своего тела. При благоприятных условиях в каждой клетке нити улотрикса происходит формирование зооспор. Обратите внимание, зооспоры. Зооспоры имеют почти такое же строение, как и хламидомонада. У них овальные тельцы, имеются жгутики для передвижения, чашеобразный хроматофор. Также есть светочувствительный глазок. При разрыве оболочки материнской клетки зооспоры попадают в воду, падают на дно, и из этих зооспор начинают вырастать новые нити улотрикса. Когда наступает неблагоприятное время для улотрикса, когда вода становится холодной, когда недостаток азота в воде, улотрикс начинает размножаться половым путем. Ровно так же в клетках происходит формирование половых клеток гомет, которые будут иметь гаплоидный набор хромосом, деление, при котором образуются гометы, так же как и у хламидомонады, называется метозом. После формирования гомет они разрывают клеточную оболочку и попадают в воду, где они сливаются попарно. Вокруг них образуется плотная оболочка, мы об этом уже говорили, которая называется циста. Ну и соответственно тогда, когда сливаются две гометы, образуется зигота с диплоидным набором хромосом. В этом виде зигота, покрытая плотной оболочкой, находится до наступления благоприятного периода. После того, как наступает благоприятный период, внутри цисты происходит зиготный миоз. Из диплоидной клетки, из диплоидной зиготы формируются гаплоидные зооспоры, которые прорываются наружу из плотной оболочки, присаживаются на дно и из них начинает формироваться новая нить у лотрикса. Соответственно, в клетках у лотрикса происходит метоз, деление метоз. Когда начинает делиться диплоидная клетка, это зиготный миоз. Ну и естественно, когда растет сама нить, нить растет благодаря делению, которое называется метоз. Ну а теперь давайте подведем итог. Итак, в благоприятном периоде формируются зооспоры с гаплоидным набором хромосом, причем они формируются метозом. Из зооспор вырастают новые гаплоидные нити, которые мы называем гаметафитом. Гаметы образуются также метозом, сливаются попарно, образуется зигота с диплоидным набором хромосом, где происходит миоз, и вот именно зигота с диплоидным набором хромосом и называется спорофитом. И соответственно, после миоза образуются новые зооспоры с гаплоидным набором хромосом, которые начинают прорастать и формируют очередные нити с гаплоидным набором хромосом, то есть формируется очередной гаметафит. Что можно сказать еще про улотрикс? Улотрикс это одна из самых распространенных водорослей, которая прикрепляется и к дну водоемов, и к камням, и к кораблям. В чем ее польза? Она является, во-первых, пищей для рыб. Кроме того, происходит процесс фотосинтеза, соответственно, производится большое количество кислорода. А теперь давайте рассмотрим колониальную водоросль, которая называется вальвоксом. Сейчас вот видите ее на экране. То есть она представлена вот таким большим шаром. И по окружности располагается от 500 до 600 одинаковых клеток с жгутиками. Эти жгутики направлены наружу. Внутренняя поверхность шара занята слизью. Каждая из этих клеток, которая располагается на поверхности вальвокса, очень сильно по своему строению похожа на хламидомонаду. Это вегетативные клетки, которые осуществляют питание, движение, но они не способны к размножению. А вот размножение осуществляется за счет дочерних колоний, которые располагаются внутри этой водоросли. А вот выходят эти дочерние колонии из материнской клетки только после разрушения материнской клетки. Ну а теперь бурые и красные водоросли. Дело в том, что бурые и красные водоросли у вас не рассматриваются размножение. Вы должны просто знать, что, например, бурые водоросли – это обитатели холодных морей. Обитают они на глубине от 40 до 100 метров. Почему они бурые, мы с вами уже выяснили. Представителями бурых водорослей являются фукус, ламинария, саргасы. Палеонтологические останки говорят о том, что эти водоросли жили уже в силурийском и дивонском периодах палеозойской эры. Мы очень хорошо с вами знаем ламинарию, используем ее в пищу, в связи с тем, что она богата йодом. Но еще отдел – это красные водоросли. И представителями являются аданталия, порфира. Все дело в том, что красные водоросли являются самыми древними водорослями. Они возникли на нашей планете приблизительно около миллиарда 200 миллионов лет назад. И живут они на глубине почти 300 метров, где совсем мало света. У красных водорослей иногда на их поверхности можно обнаружить большое количество слизи, благодаря которой нити красных водорослей прикрепляются друг к другу. Сверху покрыты красные водоросли пектиновыми веществами. И если мы опустим их в горячую кипящую воду, раствор станет коллоидным, то есть похожим на кисель. Именно в красных водорослях в большом количестве содержатся известный нам агар-агар – желеобразующее вещество. Кстати, красные водоросли иначе называются багрянками, благодаря их внешнему виду. Багрянки получили большое практическое значение. Все дело в том, что еще в древности именно из багрянок получали красители. Также красные водоросли используют в пищу. Варят и супы, едят их и солеными, и засахаренными. Также из багрянок получают агар-агар, из которого потом для биохимических лабораторий делают среды для культивации микроорганизмов. А в некоторых странах багрянки используют на корм скоту. А теперь мне хотелось бы еще немножко сказать о диатомовых водорослях. Все дело в том, что диатомовые водоросли, они очень сильно отличаются от тех водорослей, о которых я говорила только что. Снаружи диатомовые водоросли покрыты так называемым панцирем из кремнеземной оболочки. Они могут жить самостоятельно, а могут образовывать колонии. По типу питания в основном являются автотрофами. То есть они фотосинтезируют. Но среди них встречаются и гетеротрофы. Это те диатомии, которые живут в темноте. Когда они появились на нашей планете, по палеонтологическим данным, приблизительно около 150 миллионов лет назад. Все дело в том, что диатомовые водоросли, они играют очень большую роль. Они служат кормом для морских животных. А также образуют осадочный ил на дне водоемов. А кроме того, когда отмирают диатомовые водоросли, они являются пищей для бактерий и простейших микроорганизмов. Ну вот, мы познакомились с вами с подцарством низшие растения. Отделы, напоминаю, зеленые водоросли, бурые водоросли, отдел красные водоросли и диатомовые водоросли. Следующее наше занятие будет посвящено псилофитам и ринеофитам. То есть это первые растения, которые освоили нашу сушу. А на сегодня у меня все. До встречи! Пока!